здравствуйте мои дорогие ребята я продолжаю отвечать на ваши потрясающие вопросы которые вы мои дорогие пишите в комментариях под каждым видео если вы еще не задали ваш вопрос обязательно делайте это именно под этим видео и из ваших вопросов мы будем делать вот такие видео ответы либо же live трансляции прямые трансляции ну чтобы не пропустите прямой эфир пожалуйста нажимайте кнопку подписаться на канал а рядом с ней звоночек чтобы вам приходило извещение о начале прямого эфира а мы продолжаем разбираться и сегодня наш вопрос ребята звучит примерно следующим образом дробное часто питание за и против я даже не буду говорить от кого этот вопрос потому что так часто вы задаете эту тему сегодня я отвечу на этот вопрос поехали друзья мои и по сложившейся замечательной традиции перед тем как я отвечу на этот вопрос я призываю вас вступайте в ряды героических марафонцев что такое пагомарафон под моим видением вы найдете перейдя по ссылке здесь а как записаться в пагомарафон ребята в описании под этим видео поехали работать вопросы ребята дробное и частое питание каждые два-три часа частое питание показывает ребятам у которых удален желчный пузырь или удалены какие-то органы пищеварения кстати это один из инструментов восстановления но когда частое питание показывают людям абсолютно здоровым без отрезанных каких-то частей пищеварительной системы я считаю это крайне смешно сейчас я вам расскажу всю правду ребята частое питание идет корнями своими вглубь стероидного тренинга откуда взялась вообще история с питанием каждые 2-3 часа она взялась из бодибилдинга 60-х годов когда начали появляться препараты которые повышают все способности организма которые повышают первую очередь синтез белка внутри мышечной клетки и естественно когда ваш организм натурально раньше мог использовать например 50 грамм белка в день и все остальное просто ну никоим образом не усваивается а мало того даже вредит вашему организму то с использованием допинга ваши возможности повышаются в десятки в сотни раз и усваивать эти жалкие 50 грамм белка внутри мышечной клетки внутри пищеварительной системы не представляется никаким трудом тогда количество белка повышается но поскольку съесть его огромное количество просто не предоставляется возможным за один подход отсюда появляется дробное частое питание которое ребята мы проносим через десятилетия мы проносим через года через все эпохи расцвета и заката бодибилдинга и сейчас мы имеем всех фитнес энтузиастов которые рекомендуют нам питаться каждые 2-3 часа как бы повышая ваш метаболизм как бы улучшая ваши спортивные показатели ребята я ем один раз в день мою форму вы можете увидеть на последнем посте моем инстаграме мои спортивные показатели для натурального атлета абсолютно никаким образом не угнетены из-за одного приема пищи я могу пробежать 25 километров спустя 72 часа голодания я могу сделать становую тягу 200 килограмм я ем один раз в сутки и это позволяет мне быть в форме круглый год периодическое голодание идет полный разрез дробным питанием потому что она позволяет вам сохранять высочайший иммунитет не быть привязанным гребаным судочкам и полностью аннигилирует необходимость дробного частого питания для натуральных атлетов для тех кто не использует допинг вот и весь фокус ребята зная откуда вся эта история идет своими корнями вы теперь можете понять что когда либо же до тех пор пока вы не используете запрещенные препараты ваши спортивные достижения будут приравниваться к натуральному тренингу и тогда вам абсолютно нет никакой необходимости питаться часто дробно 25 раз в день или двенадцать раз в день или три раза в день один два раза более чем достаточно по правилам pg и по правилам палеодиеты все элементарно просто обязательно смотрите мое видео которое называется инсулинорезистентность в котором я рассказываю о лечении последствий частых приемов пищи богатых углеводами инсулинорезистентность видео здесь друзья мы спасибо вам огромное за ваши замечательные вопросы ребята обязательно продолжайте писать все вопросы под этими видео и мы продолжаем двигаться только вперед